Добрый день! Это 10 серия проекта Окрестности. Мы продолжаем свои приключения по Ленинградской области. Очередная окрестность, очередная история. Сегодня мы в Сестрорецке. Сегодня вы увидите Необычное сооружение в Сестрорецке. Что это? Бочка под пиво или что-то стратегически важное? Смотрите далее. Церковь святых Петра и Павла. В честь кого была построена история создания и многое другое. Парк Дубки. Почему так назвали парк? Что интересного в этом парке посмотреть? И почему Петр полюбил эти места? И Сестрорецкий курорт. Церковь святых Петра и Павла. Построенная в 2009 году по просьбе Сестрорецких подводников. Изначально на этом месте по их инициативе в 2000 году была заложена небольшая церковь Николая Чудотворца. В фундаменте которых лежали капсулы земель, где базировались русские подводные лодки. В 2002 году было торжественное заложение фундамента и началось строительство. В 2000 период с 2006 по 2007 годах была заморозка строительства. И лишь в 2009 году церковь распахнула свои двери. Памятник первой русской подлодки. Построенный в 1724 году мастером Никоновым. Здесь представлен макет этой первой лодки. Царю очень понравилась идея плавать под водой и разрушать вражеские корабли. Но первый опыт оказался неудачным. Лодка развалилась. Памятник Селуду Боброву установлен в декабре 2002 года в сквере на Дубковском шоссе. Автор композиции, петербургский скульптор Анатолий Дема. Изобразил бронзовую фигуру футболиста, бьющего по мячу высотой 2,5 метра на круглом гранитном постаменте. Надпись, высоченная на постаменте, это строки стихотворения Евгения Евтушенко, посвященные Селуду Боброву. Шаляпин русского футбола, догарин шайбы на Руси. Памятник был создан на народные пожертвования и установлен в Сестрелецке не случайно. Селуд жил здесь с трех лет, окончил школу, поступил на работу и на инструментальный завод. За футбольную команду, который выступал на многих соревнованиях. В истории советского спорта он был единственным олимпийцем, капитаном сборных по футболу и хоккею. Мы находимся в одном из прекраснейших мест, построенных Петром в далекие его времена. Парк Дубки. Так называют парк, в течение которого здесь растут очень много дубов, в котором здесь уже на протяжении больше ста лет. Особенность места в том, что когда Петр поплывал по Хинскому заливу, он увидел прекрасное место и он решил здесь построить свой дворец. И он понял, что не ошибся. Он построил дворец с клумбами, парками и стал это очень живописно. К сожалению, здание уже не сохранилось до наших дней. Остались только руины. Но все равно парк повлекает внимание не только местных человек, но и туристов. Мечтаете побывать не в многолюдном пляже, не погидая пределов города? Тогда приезжайте на железнодорожную станцию Старая Деревня и прямо оттуда на электричке следуйте до станции Курорт. Там вы обнаружите чудеснейший Тарховский разлив, а неподалеку от него Курортный пляж прямо на берегу Финского залива. Второе название пляжа Систрорецкий, так как находится он в этом самом пригороде Петербурга. Этот пляж имел оглушительную популярность в начале прошлого века. Именно в этих местах, в нескольких метрах от пляжа, проводил время Максим Горький и судебный деятель Кони. На Курортном пляже есть все для демократичного и спокойного отдыха. Мягкий песок с частно встречающимися дюнами, бесплатные зонты, под которым прячутся от солнца великолепные волны залива. Это была 10-я серия проекта Окрестности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите предыдущие выпуски нашего канала. До новых встреч! А сейчас я попробую сымитировать удар Всеволода Боброва по мячу. Субтитры создавал DimaTorzok